Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Одежда и обувь, игрушки, посуда, домашний текстиль, электроника и бытовая техника. Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш итоговый информационный марафон под названием 2015-й. Прощай, да здравствуй, 2016-й. То есть мы подводим итоги 2015-го уходящего года с разными гостями, специалистами, экспертами, профессионалами в самых разных отраслях. И сейчас наш разговор плавно перетечет, видимо, скорее во внешнеполитическую плоскость, потому что в студии у нас сейчас посол России в Латвии Александр Вишняков. Здравствуйте. Добрый день. Руководитель дома Москвы в Риге Юрий Силов. Добрый день. Здравствуйте. И редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Добрый день. Я, видимо, одна отвечу за внутреннюю политику. А вы ответите и за внутреннюю, и за внешнюю. Ну, давайте ответим сначала за министра обороны. Вот вас, так сказать, по горячим следам покомментируем его высказывания. Сегодня у нас утром, наверняка, может быть, многие слушали. Из вас был министр обороны Латвии Раймонд Бергманис. И сделал ряд заявлений, да. Скажем так, дипломатично. Вот академическому ансамблю «Песни и пляски» российской армии имени Александрова была отказана в организации концерта в Риге в связи с тем, сказал он, что представители ансамбля отказались прислать список участников иступления. Почему вы отказались послать список участников? Ну, это неправда. Так, что именно? Ну, что именно неправда, действительно был запрос со стороны Министерства иностранных дел Латвийской Республики, что для того, чтобы рассматривать дальше вопрос возможности выступления ансамбля имени Александрова в декабре месяце с концертом в Риге, попросили российскую сторону предоставить полный список лиц, которые будут выступать как артисты, указать их воинские звания, когда они прибывают, откуда, где они будут останавливаться и когда они убудут из Риги. По-армейски так? Да, да, да. И по этому поводу ансамбль Александрова через Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве предоставил нотой всю информацию по этому поводу. Видимо, посольству Латвийской Республики в Москве было предоставлено 30 человек в список, воинских званий у них ни у кого нет, так было и указано, что нет, что они прибывают, там было, по-моему, названо 7 декабря, 8 выступление в Доме Москвы, вот сегодня здесь сидит как раз, представьте, до Москвы, да, и 9-го нет, бывает, дальше из Риги. Такая была информация, но давайте вспомним, что было на самом деле о информационном пространстве в Латвийской Республике. Было еще, когда не получен был ответ из России, уже заявление Министерства обороны Латвийской Республики, что мы не видим возможности предоставления ансамблю Александрова выступать в Риге. Было прямо так заявлено. Уже заявление, да. Да. Когда же в конечном итоге Министерство иностранных дел Латвии получило список с указаниями, фамилии, имя, отчество и так далее, тем не менее, через какое-то время был получен ответ, что в связи вот с той, как они насылаются все время, гиполитической ситуацией и допустимыми возможными какими-то провокациями, не считают возможным разрешить выступление этого коллектива 8 декабря в Риге перед ветеранами, участниками Второй мировой войны. А какие провокации ожидались со стороны ансамбля? — Со стороны ансамбля никаких провокаций было невозможно и недопустимо. Более того, они были готовы согласовать даже свой репертуар. Если вызывали там какие-то не те ассоциации, песни, пожалуйста, они были к этому готовы. Это было доведено все до латвийской стороны. Но, насколько я понимаю, они сами придумали эту мнимую угрозу от этого ансамбля и с этой угрозой до сих пор живут, даже не помня, что на самом деле делали. — А вот на ваш взгляд, я понимаю, что, может быть, надо вопрос адресовать и той стороне, но, тем не менее, на ваш взгляд, для чего это делается? Ведь всем будет понятно здравомыслящим людям, что вряд ли музыканты угрожают безопасности страны, вряд ли они, будучи творческими людьми, будут устраивать во время концерта провокации. Они уже всю Европу объездили с концертами. Для чего это делается? — Ну, для чего делается, надо лучше было спросить министра обороны. Он вам дал ответы? — Очень туманные такие, честно говоря. — Ну вот, видимо, эти туманные ответы свидетельствуют о том, что они не договаривают то, что на самом деле было движущим мотивом для отказа этому ансамблю. Это просто недружественный шаг по отношению к российскому культурному коллективу, представляющий Министерство обороны Российской Федерации. Это вот могу говорить таким образом. Более того, я должен сказать, что эта информация о том, что ансамбль будет выступать, планирует выступить в декабре здесь, в Риге, была доведена до Министерства иностранных дел мной лично еще летом 2015 года. И когда я довел такую информацию, то никакой негативной реакции на первом этапе не было. Она появилась после соответствующих высказываний отдельных лиц высокопоставленных Латвийской Республики, которые раздули из этого дела конфликт, угрожая какими-то провокациями. Сама по себе постановка этого вопроса — это и есть провокация. — Плюс литовцы, которые поделили Масалу. — Какие журналисты иначе видят эту ситуацию? Вот, Татьяна, как ваше мнение? — Вы знаете, могу прокомментировать одним интересным примером. У нас было не так давно интервью с очень известным бизнесменом в Латвии Александром Миловым. Очень начитанный человек, интересуется историей. И вот он где-то вычитал о том, что существует некое амазонское племя, которое не видит связи между половым актом и деторождением. Вот просто не видит. Считает, что всё происходит отдельно. Видимо, так же, как вот Акушерка, про которую писали недавно, Делфи, думала, что дети рождаются через пупок. И вот это амазонское племя. Есть такое. Но, видимо, ещё не дошли до такого уровня цивилизации, когда вот эти причинно-следственные связи в голове, так сказать, возникают. Так вот, Милов адресовал вот этот синдром амазонского племени нашим дорогим политикам и чиновникам, которые совершенно не представляют, как происходит вот это вот, их высказывание, их вот эти действия такие не совсем адекватные в адрес россиян, в адрес артистов, с результатами, которые наносят вот эти высказывания бизнесу. То есть бизнес и вот эти заявления в Твиттере или какие-то ограничения. Не видят они причинно-следственные связи. Они просто не видят прямой связи, хотя она, сами знаете, не пустили Кобзона, закрыли шпроты, там закрыли ВНЖ, в итоге российский поле не поехал. Съездки между Кобзоном и шпротами не интересуют. Вы представляете? Она есть, она есть. А наши ни министры, ни чиновники, к сожалению, этого не видят. Да, можем дойти до маразма. Вот ансамбль Александрова, ну, с одной стороны, формально, формально, армейский коллектив представляет вооруженные силы просто как культурный коллектив. Ну, у вооруженных сил России есть и те же спортивные коллективы. И до чего можем дойти до маразма? В феврале в Ригу приезжает в рамках КХЛ играть в ЦСКА, на всякий случай, центральный спортивный клуб армии. Или, не дай бог, обладатель Кубка Гагарина, ленинградский питерский СКА, спортивный клуб армии. И до каких-то маразмов можем дойти, если затребуется со спортсменов, или даже с тех легионеров, которые там играют, европейские звания, шведского того или иного легионера. У Балдариса наверняка было звание, когда он играл в ЦСКА. Так что, вы дворять теперь из Латвии? Он представляет угрозы и опасность? У нас у всех были звания в Советском Союзе. Да, вы что? Да. Господин Силов, ну, а как выкрутились вот с отсутствием ансамбля? Вы же как-то сделали какой-то... Мы не выкрутились. Ну, и не знаю, что все-таки... Мы сделали замечательную программу. Александр Бертич был у нас на этом концерте. Мы совместно провели душевный, хороший, очень такой искренний концерт, который дали... У нас же достаточно много талантов, которые работают и вдови Москвы, и коллективы, которые мы прекрасно знаем. Концерт получился хороший, душевный. Ну, и как вот такой пунктир, очень яркий, мы сделали трансляцию, все-таки технические средства у нас сейчас очень серьезные. Мы сделали трансляцию трех песен ансамбля Александрова. Прямую? В онлайне. В онлайне. Поэтому наши детки, а это, в самом деле, были... Это 130-й стрелковый корпус, который формировался под Москвой. Вы знаете эту историю всю. И на 90% в этом корпусе были латыши по национальности, воевали. И вот сейчас в эти детки, когда звучала та же землянка или там темная ночь, ну, конечно, слезы на глазах. И вот так вот аналогию проведешь с тем, чтобы это было бы вживую или... Ну, тем не менее, концерт получился. Здесь раны были очень довольны. И мы тоже. Кстати, была ссылка еще Министерства обороны Латвийской республики на то, что вот сотрудничество по линии НАТО-Россия приостановлено. Латвия – страна НАТО. Она тоже сотрудничество в военной области всякое приостановила. Поэтому ей вот не видят возможности сотрудничества, в том числе с этим ансамблем. С певцами никак. Да. Но при этом я хотел бы обратить внимание на следующее. Российская сторона неоднократно приглашала латвийскую сторону в лице министра обороны участвовать в ежегодной нашей конференции по вопросам безопасности, по вопросам военного сотрудничества, по тем проблемам, которые часто здесь иногда присутствуют в инновационном пространстве. Самолеты известные, корабли проходящие вдоль границ Латвийской республики. Но Министерство обороны Латвии уклоняется от таких контактов и не участвует в этих конференциях на протяжении уже последних двух лет точно. В этом году сейчас сделано приглашение министру обороны Латвии посетить Москву в конце апреля будущего года в рамках пятой конференции по вопросам безопасности, которая будет проходить в Москве. Приглашение ему направлено в нашем военном атташе от имени министра обороны Российской Федерации. Я не знаю пока ответа со стороны Министерства обороны Латвийской республики, тем более я слышал, что он хотел побывать в России. У него есть уникальная возможность, и была уже в прошлом году эта уникальная возможность побывать, если он останется министром обороны Латвийской республики. Тем не менее, господин министр считает, что он не въездной в Россию. И съездить на родину, или не на родину, а там, где мама была в репрессировании. Я вам только что рассказал, что было приглашение аналогичное в прошлом году, в 2015 году, и буквально неделю назад очередное приглашение на участие в конференции по вопросам безопасности направлено министру обороны Латвии, как и министрам обороны других стран НАТО и Евросоюза. Для того, чтобы напрямую, без посредников, без лишнего в данном случае интерпретации, в том числе средств массовой информации, поговорить в открытую на уровне Министерства обороны России, Министерства обороны Латвии, других стран Европейского Союза и стран НАТО. — Ну, согласитесь, что в нынешней ситуации, вы сами говорили о латвийско-российских отношениях, как достигших дна в этом году, в принципе, наверное, министр обороны страны НАТО вряд ли мог бы побывать в России вот с таким визитом. — Ну, если есть желание сотрудничать, то почему нет? Продемонстрировать в данном случае свою открытость и, в том числе, заявить о своей позиции и о своих опасениях, которые часто звучат в информационном пространстве Латвийской Республики. — Ну, у министра обороны же нет своей позиции, у него позиция государственная, скажем так. — Российско-польские отношения тоже не на высоком уровне. Тем не менее, ансамбль Александрова в ноябре дал там пять концертов, включая Варшаву. — Это мы знаем, да, и в Германии тоже. — Кстати, прошли все с аншлагом, и никаких провокаций. — И провокаций. — Хорошо, давайте вспоминать дальше, что принес нам уходящий год 2015-й. Подключайтесь, уважаемые радиослушатели, тоже 672-12-939, 672-13-939. Татьяна, как ваш журнал чувствовал себя в этом году? — Вы знаете, ну, вопреки тому, что рыночная ситуация неблагополучная для всех, для всего бизнеса, и в том числе для медийного, тем не менее, могу похвастаться, что мы в этом году утвердили, в общем, как-то уже прожили вот с этой формой целый год. Это форма, новая форма финансирования прессы, которую я, в общем, опробовала и в журнале, и она удалась, слава богу. Это так называемое, модное сейчас слово, краудфандинг. Это помощь клуба, когда финансируют или помогают финансировать журнал не только читатели, но еще и попечители журнала. Мы создали такой клуб при журнале, клуб попечителей. Это бизнесмены, которые жертвуют немного, но, тем не менее, это очень устойчивая, так сказать, помощь, которая в течение года помогает нам затыкать бюджетные дыры, которые существуют у любой прессы. И в этом смысле мы обрели новый круг и читателей, и почитателей. И я знаю, что нашим путем сейчас пошли другие, в частности, журнал «Ир». Они тоже пытаются с помощью краудфандинга выжить. То есть для независимого СМИ это, в общем, мне кажется, правильная форма выживания, когда ни олигарх, ни государство, ни кто-то один из какого-то одного источника тебя поддерживает, а тебя поддерживают твои читатели фактически. Я очень благодарна всем нашим попечителям, которые вот есть у нас на странице нашего журнала. Каждый месяц мы их публикуем. И, в общем, негласно таким образом выражаем им свою благодарность. Поэтому я думаю, что вот для прессы это путь. И мы идем первыми в этой стране, но, дай бог, не последними. А латвийско-российские отношения? Вот часто возникала эта тема в вашем журнале в этом году? Она возникает постоянно. Постоянно еще и в связи с тем, что у нас при журнале существует такой смарт-клуб, который регулярно, ежемесячно приглашает гостей. И в основном это гости из России. Это крупные бизнесмены, это политики, это журналисты. Они с огромным удовольствием приезжают сюда. И мы собираем публику, собираем своих читателей и встречаемся с ними. И были очень интересные встречи, интервью. У нас есть Сапкор в России. Это тоже такой большой, так сказать, приоритет. Алексей Стефанов, который постоянно встречается с известными людьми, артистами, политиками. И делает очень интересные интервью, которые помогают не только смотреть назад, а строить перспективы отношений российско-латвийских. В частности, было интересное интервью с Шохиным, главой Союза работодателей России, который высказал, можно сказать, крамольную на сегодняшний день идею о том, что необходим новый договор Евросоюза с Россией. И что они очень рассчитывают на Латвию. То есть российский бизнес, российская элита очень рассчитывает на Латвию. Что Латвия поможет в продвижении вот этого нового договора на новой платформе, на новом уровне. Так что мы тоже вместе с ним надеемся на то, что Латвия будет как раз связующим мостом. Кстати, вы знаете, что несколько, не несколько, по-моему, один пока корреспондент Открытого города был лауреатом премии «Интарное перо», который Российская Федерация уже больше 10 лет проводит здесь. Мы каждый год становимся лауреатами. Да, да, да. Я про Открытый город говорю. И Алексей Степанов тоже был. Алексей Степанов, мы на форок раз хорошо знаем. Считаем, что да, действительно, есть очень интересные публикации, очень полезные публикации для того, чтобы лучше понимать и представлять настроение, позиции, в том числе представителей России, российского бизнеса. А это значит, что мы в конечном итоге все вместе находимся в поиске, как нам преодолеть этот кризис, как это преодолеть, эту черную полосу, в которой мы находимся, наши взаимоотношения, и выйти из нее нормальную белую полосу, в которой должно быть отношение таких стран, как Россия и Латвия. Вспомнили Путина, да, с белой и черной полосой в его истории на бесконференции. Да, но вот что касается этой полосы, мы же смотрим СМИ, и очень часто звучат вот такие обвинения в адрес России, что вот гибридная война, информационная, пропагандистская, какая только война, и чуть ли не военная угроза. Вот вам такие вопросы тоже задают ваши партнеры, скажем так, на встречах в МИДе или из политической элиты, спрашивают у вас, не знаю, какую угрозу Россия несет в Латвии, что вы вообще им говорите, и как выйти из этой черной полосы-то, от этих обвинений, как избавиться? Ну, вы, как знаете, на высоком уровне на всякие диалоги сейчас заморожены в инициативе латвийской стороны. Все-таки по латвии, по инициативе латвийской стороны. Те вопросы, которые мы обсуждаем, они больше такого носят практического, технического характера, и тему такую возвышенную, о которой вы сейчас сказали, мы особо не поднимаем, и наши партнеры, прежде всего, не поднимают, тем более они знают ответы на эти вопросы. А если вы хотите мне задать ответ, который я бы дал темам, которые поднимаются о военной угрозе, о российской пропаганде, то приклеивая такие ярлыки, просто-напросто Латвия пытается вести информационную войну с Россией. Таким образом, стремясь оградить свое информационное пространство в Латвии, я имею в виду, от других представлений о том, что происходит в мире, от других оценок того, что происходит в мире, и тех действий, которые надо предпринимать. При этом не брезгую сама вести соответствующую пропаганду и, более того, даже самую настоящую клевету распространять. О чем я сам недавно сказал только что на страницах газеты «Вести сегодня», отвечая на подобные вопросы. Насчет информационной войны, конечно, немножко поспорила с вами Александр Альбертович, потому что тот поток информации и пропаганды, который, собственно, обрушивается на нас и с российских телевизоров, ну, наверное, трудно сопоставить. И Латвия в этом смысле – это такой, ну, неравный партнер. Более того, даже то, что государство пыталось предпринять в этом году с русскими СМИ, помочь, поддержать, там, и телевизионный канал как-то финансово укрепить, ничего этого не получилось, к сожалению. Хотя я считаю, что в линейке тех СМИ, которые есть на русском языке, конечно, и государственные СМИ могло бы добавить, ну, что-то позитивное. Скажем, в Эстонии это получилось. И вложены деньги в канал на русском языке, и у нас он, кстати, есть по телекому, можно смотреть. Очень интересные программы они делают, и креативные, и по форме. – Нет, это эстонский канал на русском языке. Да, у них отдельный канал. – Резинки там, кстати, тоже потрясающие – 0,01%. – Ну, так они вышли несколько месяцев назад. – Татьяна, ты участвовала в Конгрессе русской прессы в Москве, и отличилась тем, что задала вопрос премьер-министру России Медведеву. – Отличилась. Нет, не Медведеву, я Иванову задала вопрос. – Да, да, да. – Президиум мне не позволит. – Да. – А среди Диум я посидела в одном президиуме. – Товое ощущение. – Тоже есть что вспомнить. – Тебе вопрос, на самом деле, был очень… – Напомню. – Я опять же, я свои любимые шпроты защищала. И тогда, когда была возможность задать вопрос, а как раз было общение прямое Иванова, это было накануне с… – Это руководитель администрации президента России. – Это глава администрации, да, Сергей Иванов. И можно было спросить вопрос от Латвии, от Риги, и дали возможность мне. И я спросила о том, что вот сейчас санкционная война была очень такая как раз активная, в активной фазе, и все очень переживали за то, что латвийским шпротам отказали из-за российских санкций. И я сказала, что, понимаете, пусть сильный сделает шаг навстречу. Латвия в этом случае, пострадавшая сторона, она попала просто под каток вот этих Европа-российских санкций. – Ну, какая она бедная. Очень голосистая. – По сравнению с Россией, очень бедная. Поэтому, говорю, сделайте шаг навстречу. Это тем более был, в общем, не в рамках санкционной войны, этот удар по шпротам. Это, скорее всего, был такой моральный ответ. Вот опять же, на запрет въезда российским артистам. Там свои были отношения у Латвии с Россией. – Ну, какой Новый год без шпрот? – И вот мы на эту тему с ним, так сказать, заспорили. И он сказал, что никогда никакие санкции мы не отменим, вам по делам. Вы своего добились. – Ешьте сами. – Да, но, тем не менее, дискуссия была. – Много едите шпрот, господи? – Вот, восемь. Дарим всем санкционный продукт. – А все-таки нарушаете санкции, да? – Да, да, да. – Так вот, насчет моей реплики голосистой. Латвия, к сожалению, занимает в этой санкционной политике Евросоюза очень активную роль. Роль страны, которая пытается нагнетать ситуацию по этому поводу и убеждать другие страны, которые сомневаются в перспективности этой всей санкционной политики, которая не дает никакого аффекта, о которой задумывали ее авторы, Латвия до сих пор остается прибеженцей того, чтобы эти санкции сохранять, в том числе в ущерб своей экономике. С одной стороны, Министерство иностранных дел Латвии считает, какой же ущерб понесла экономика Латвии и насчитала, возьмите доклад соответствующего министра иностранных дел, что в общей сложности примерно 1% ВП ущерб вот этих санкционных мер, которые в конечном итоге сказались на экономике Латвии, как потеря. Это примерно более 200 миллионов евро. Это то, что потеряли из-за амбарго, введенного в ответ России на санкции Евросоюза. Это то, что потеряла экономика Латвии из-за того, что ослабла экономика России. А ослабла экономика России, в том числе, одна из причин из-за этих санкций. Это вот первое. Второе, что я хочу сказать, когда я сказал о том, что Латвия допускает самую настоящую информационную войну по отношению к России и даже клевету в этой войне испытывает, я не голословил. Я еще раз напомнить хочу, что было в конце того, уходящего 2014 года, перед выборами, когда нас обвинили в самой настоящие провокации, которые якобы осуществляют посольство Российской Федерации по вербовке латвийцев для участия в актах на Донбассе. Мы попытались защитить свою позицию. Нам все ответили, к вам претензий нет. Говорят нам МИД Латвии. Нам говорят спецслужбы Латвии, а ЛТВ так и не извинилась за эту провокацию, ссылаясь на то, что якобы у них есть доказательства, что мы таким делом занимались. Это и говорили им свидетели, которые они не могут показать обществу, потому что у них есть по этому поводу с ними такое соглашение. Это что? Это сама настоящая клевета, за которую даже извиняться не хочет латвийское государственное телевидение. Я хочу все-таки объявить небольшой перерыв, и, может быть, мы найдем еще что-то хорошее, о чем мы сможем поговорить еще какое-то время, о следующем получасе. Напомню, что в гостях в нашем информационном марафоне сейчас посол России в Латвии Александр Вишняков, руководитель Дома Москвы в Риге Юрий Силов и редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Итак, о хорошем обещали поговорить. С нами посол России в Латвии Александр Вишняков, руководитель Дома Москвы в Риге Юрий Силов и редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Было ли что-то хорошее в наших отношениях? Есть ли сверх конца туннеля. Да, вот давайте о белой полосе все-таки немножко. Я понимаю, что все-таки, конечно, превалирует черное пока, но будем надеяться на лучшее. Нет, у нас же есть все-таки взаимодействие по ряду направлений, и оно дает результаты, неплохие результаты. Вы же знаете, в свое время был подписан, ратифицирован договора границ между Россией и Латвией. Была создана демаркационная комиссия, совместная. И вот она все эти годы не прекращала свои работы, в том числе и в этом уходящем 2015 году. И практически мы подошли к такой ситуации, когда, наверное, будущий год будет годом завершающим всей этой довольно многотрудной работы. Ведь надо на местности разделить все, что касается границы, реки, леса, болота и многое-многое другое. Практически эта работа идет довольно конструктивно, без всяких акцессов. И я надеюсь, что будет в 2016 году поставлена точка. Как поставила эту точку в эти дни Россия и Литва по демаркации. Если говорить про Эстонию, то до сих пор там даже договора о границе не существует. И, естественно, никакой там демаркационной работы ввестись не может. Или еще одно направление. Направление связано с тем, что у нас существует соглашение между Россией и Латвией по воинским захоронениям. Те, которые на территории Латвии, и по тем захоронениям, которые есть на территории России латвийцы. Так вот, мы тоже эту работу наладили. Она проходит так, как и обозначена в этом соглашении. И в результате у нас, как вы знаете, ничего здесь не искрит. В отличие от той же Польши, где там сносят эти памятники, оскверняют постоянно. Зато туда пустили Александра Иванова. Ну, я просто говорю, примеры разные есть в этой части. Да, конечно. Поэтому есть примеры нормального взаимодействия, которые говорят о том, что потенциал и умение сотрудничать существует между нашими странами. Или, например, взаимодействия по линии ведомства. Такого, например, как транспортного ведомства. Со стороны вас и со стороны России. Даже при отсутствии у вас руководителя железных дорог в последнее время, есть только исполняющие обязанности. При отсутствии в последнее время министра сообщения. Тем не менее, мы что получили в этом году? По железной дороге почти только всего спад грузопотока около 2-1,5%. Да и порт более-менее ничего. Порт Рижский практически выходит на показатели прошлого года. Да, по другим портам есть спад, где-то 6%. Это Венспилс в частности попал. Но я разговаривал, кстати, с мэром Венспилса на эту тему. Он понимает, говорит, что здесь есть объяснение, с его точки зрения, даже объективное объяснение, почему это произошло по Венспилсу. Так что надо вот именно такие ростки, ростки позитивного сотрудничества обязательно сохранять в 2016 году. И более того, эту базу, это поле расширять. Расширять ее и в культурном поле. Хотя там тоже есть неплохие ростки. Известный вам, так сказать, не конкурс, фестиваль «Золотая маска» с успехом проходил же в этом году очередной раз. Десятки спектаклей, поставленных здесь и в Риге, и в Венспилсе, и в Лейпайе, все были с аншлагом. То есть народ хочет, чтобы это продолжалось, чтобы такое сотрудничество было. Хотя мы получили тревожный звонок от Министерства культуры Латвийской Республики. Потому что был подготовлен проект, программу сотрудничества на очередные три года, как это было и раньше. Месяца три изучал этот проект Министерства культуры Латвийской Республики и в конечном итоге прислала письмо. В связи с тем, что у нас средства очень ограничены, мы не можем подписать такую программу на три года. Мы готовы поддержать 5-6 мероприятий в 2016 году и вернуться в программе подписания на три года во второй половине 2016 года. Я почти дословно перевел то, что написали они в адрес своих коллег Министерства культуры России. Что это за звонок? Я пока гадаю. Звонок пытаться свернуть эту работу? Ну, это очень плохо, если будет так. Я думаю, что его точно не одобрит наше культурное сообщество, ни российское, ни латвийское. И в этом явно не заинтересовано. Или же это просто действительно вынужденная техническая пауза? Я пока ответа на этот вопрос до конца не знаю. А Дом Москвы вот как в этом году себя чувствовал? Как оплот, так сказать, отношений между Россией и Латвией? Культурной, наверное, можно сказать. Спасибо. Чувствую себя уверенно. Реально чувствую себя уверенно. У вас же тоже очень много было российских и культурных деятелей, фестиваль проводился. Да, мы сохранили все свои фестивали, мы сохранили все свои традиционные. Даже Дед Мороз в Великую Устью, Ганис Майя на все эти кризисы, в десятый раз посетил Латвию, съездил в Даугавпус. Просто, правда, в этом году у нас была более короткая программа. Тем не менее, и кинофестивали, и театральные фестивали. И главное событие, конечно, года – это 70-летие Победы, которое мы вместе с нашим посольством провели очень-очень-очень выдержанно, очень правильно. И для меня, в общем-то, такое чувство, как раньше говорили, глубокого удовлетворения от того, что наши ветераны, уважаемые детки, которым уже всем практически за 90, вот этот праздник, в самом деле настоящий праздник со слезами на глазах, практически постарались дойти до каждого. Будь то медали, которые вручал наш посол от имени президента России, и этот наградной центр был, работал в нашем доме, будь то все скромные материальные помощи, будь то та работа, которую ветераны проводят через свою организацию. А это просто удивительная вещь. Они каждый первый понедельник месяца собираются, руководители ветеранской организации у нас, детками, еще раз повторяю, за 90. Они собираются, они активны. Я им даю конференц-зал, представляю, с 11 до 2, они в 2 никогда не заканчивают свои дискуссии, свои списки, своя какая-то бесконечная жизнь. И я понимаю, что вот этим люди живут. И в самом деле, вот это вот, ну, для 20-летних людей, это какая-то, ну, поразительная энергетика. Наверное, все-таки там они как зарядились, и вот до сих пор, в общем-то, почет и уважение, и в самом деле, 73-я победы, я считаю, что это было, в общем-то, такое самое знаменательное, самое главное событие вот ушедшего года. А Татьяна, для вас что? Что вот такого? Вы знаете, вот, честно говоря, я вот, несмотря на то, что год был проблемный, тяжелый, всякие тревоги были, разные вызовы, восхищаюсь самодостаточностью нашего латвийского общества, наших людей. Как они выживают вопреки всему. Правительства фактически нет уже сколько времени. Ничего, министров нет, неважно. Может, они благодаря этому и выживают, что ли? Может быть, да, но сфера работает. Наш бизнес, пережившие санкции, пережившие такие удары, судьбы, там, политики. Показывают чудеса, чудеса просто показывают свои деятельности. Буквально вот круг даже вот моих знакомых, бизнесменов, у которых я побывала там на производстве, я в восторге была от того, что я увидела у Липмана, который, представляете, строит завод в России, в Самарской губернии. Наш предприниматель латвийский. Тот же Витрум, глава Витрума Юрий Баскаков, замечательный производственник, построил совершенно с нуля производство. Ему уже там около 20 лет. Развивает его, изготавливает торговое оборудование там для Майкрософта, для Бриджстоун, то есть для таких крупных корпораций. Это потрясающие чудеса просто, я считаю, делают. Тот же Александр Милов, который сдаёт объект за объектом. И они замечательные. Мы можем только восхищаться, что они преобразуют Латвию. Но самое главное, я считаю, вот то, чего меня, собственно, поразило. Я тоже думаю, вот, закрывая номер последний, думаю, ну вот что бы, как бы черту подвести? Как бы назвать этот год? Каким словом? Так вот я бы назвала это год милосердия. Потому что то, что делают наши люди, жертвуя бедным, жертвуя небогатым, жертвуя больным, жертвуя инвалидам, это просто потрясение для меня. Ведь если говорить о том, что общество, уровень развития общества меряется по отношению к старикам, детям и животным, что очень правильно, то по этому уровню наше общество очень цивилизованное, очень развитое, очень половозрелое. Ваша программа «Зеленая лампа», я потрясена, как вы еженедельно вот эти девочки... Сегодня, кстати, как раз вторник, да. Да, она будет после нас. Так они еженедельно буквально, и мы вместе с ними помогаем больным детям, помогаем инвалидам. То есть каждую неделю кого-то спасают. Одна программа спасает человека. А посмотрите, сколько у нас фондов. Я знаю крупные бизнес-структуры, при которых просто постоянные благотворительные фонды. Ну и кроме этого просто помощь. На вокзале организовали помощь, казалось бы, не самое богатое место для благотворительности. И там занимаются благотворительностью. Вот это для меня, собственно, потрясение. И за это я благодарна нашим людям, которые отзывчивы, которые добры и щедры, несмотря на то, что сами живут не очень богато. А посольство России продолжает оказывать помощь? Вы же тоже оказывали помощь ветеранам. Расскажите об этом. Да. Ну, Юрий Евгеньевич, правильно, говорил про те масштабные мероприятия, которые проходили здесь по случаю 73 победы. Но не только потому, что было 73 победы. Мы каждый год оказываем поддержку, предоставляя бесплатные путевки примерно до тысячи ветеранов, проживающих здесь в Латвийской республике. Кроме этого, вы знаете, действует уже два года практически указ президента под номером 311 о поддержке ветеранов войны, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии. В этом году, как это оговорено в этом указе, и потом была организована соответствующая работа с самими непосредственно этими ветеранами, примерно 3200 человек, которые получают пособие, поддержку материальную от Российской Федерации. Выплата была дважды в этом году. Одна в мае, накануне как раз 9 мая, сейчас проходит в декабре месяце. Кроме этого, есть много обращений со стороны ветеранов, ветеранских организаций, посольства материально поддержать. Особенно нуждающихся ветеранов мы изыскиваем возможности к этому поводу и тоже решаем этот вопрос. Я завел такую традицию, что всем ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Латвии, дважды в году идет мое поздравление и материальная поддержка. Это на 9 мая и на Новый год. Поэтому сейчас с Новым годом каждый из них, а это несколько сотен человек, получает такую поддержку. И это, конечно, малая толика того, что мы можем сделать для них за то, что они сделали для нас в той страшной войне. Ведь самое конченственное было по этому ансамблю Александрова заключалось в том, что этот концерт был некоммерческий. Этот концерт был благотворительный. Концерт уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые остановили фашистов под Москвой. И это была первая значимая победа в той страшной войне, которая доказала, что эта так называемая непобедимая, отлаженная военная машина оказывается никакая не машина, которую нельзя никому остановить. Ее остановили вот наши деды, наши отцы для некоторых. Те, которые собрались в Доме Москвы 8 декабря и которые не могли увидеть вживую ансамбль Александрова, но увидели фрагменты его выступления в видеозаписи. У нас в гостях сегодня посол России в Латвии Александр Вишняков, руководитель Дома Москвы в Риге Юрий Силов и редактор журнала «Открытый город», главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Звоните 672-12-939, 672-13-939, пожалуйста. Да, ну вот возвращаясь, может быть, Александр Альберс, такой вопрос, возвращаясь вот к этой войне санкции, о которой мы говорили, но ведь все понимают, что рано или поздно, но это санкционная война, посвященная она бессмысленная, от которой страдают все, да, понятно, что ничего она не меняет, все равно она закончится, да, ну формально санкции продлены еще на полгода, российская эмбарго тоже действует еще до июля включительно, да, что дальше? Как ваш прогноз, смогут ли латвийские бизнесмены, не знаю, вернуться на российский рынок и как-то возобновить отношения торгово-экономические, как вам кажется? Ну ряд бизнесменов оттуда и не уходили, по тем продуктам, которые... Да, которые не попали. И вот ты только что приводила пример того же Липмана, который сотрудничает, продолжает сотрудничать, да. И более того, среди многих европейских стран, насколько я знаю информацию, уже созревает ситуация о том, что бизнес начинает давить на политическую власть и говорить о том, что вы говорили о том, что эти санкции вам нужны для того, чтобы заставить Россию изменить свой внешнеполитический курс. Где же? Она его не меняет. Эти санкции нужны для того, чтобы разрушить экономику России и вызвать социально-политическое напряжение. Может быть, даже свергнуть этот режим. А что получилось? Получилось, что вместо того, чтобы разобщить российский народ, получилась его мобилизация. Мобилизация в этих трудностях, противостояние внешнему давлению и, более того, мобилизация вокруг власти, вокруг того же президента Российской Федерации. Какой рейтинг? Его рейтинг под 90%. И тогда что получается? Это совсем другой эффект. Кстати, я предупреждал, в том числе моих собеседников, в МИД-Латвии, что вы этими санкциями добьете совсем другого, которое вы даже не ожидаете. Ну и что начинают действовать уже наши некоторые партнеры, в том числе из океана. Вы видели, например, как относились к президенту Российской Федерации в год с небольшим назад. Когда проходил саммит 20 государств в Австралии, то многие пытались от него дистанцироваться или даже игнорировать. Не замечаете. Прошел год. Уже саммит 20 государств в Турции, в Анталии. Президент Российской Федерации становится ключевой фигурой для всех переговоров по множеству вопросов, которые стоят сегодня актуально на повестке дня. А главный вопрос повестки дня сегодня – это вопрос международной безопасности, борьбы с терроризмом. Поэтому Джон Керри, госсегретарь Соединенных Штатов Америки, который не так давно был очередной раз в Москве, на прямой вопрос, а что политика изоляции закончилась, как он ответил, вы знаете, он ответил, что на сегодняшний день она так уже не нужна, потому что есть другие приоритеты, по которым мы должны сотрудничать с Российской Федерацией. И мы сотрудничаем. И вы задали вопрос, есть ли там позитивное будущее, то, что происходит сейчас на уровне таких стран, как Россия и Соединенные Штаты Америки, в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций, где мы наконец-то нашли понимание по ряду позиций и провели только за последний месяц две общие резолюции, совместно разработанные, это мне дает надежду, я полагаю, каждому из нас надежду, в том числе и слушателям Латвии, что это те новые, позитивные, трезвые взгляды и оценки той реальной действительности, в которой мы находимся, и что нам нужно делать. У нас есть действительно общий враг, международный терроризм, очаг которого находится в Сирии и в Ираке. Мы знаем его происхождение, почему это все произошло. И сегодня надо объединить усилия в борьбе с этим врагом, пока он не пришел и не постучался в двери наших домов, наших квартир, наших стран. И небольшое дополнение по поводу того, что Абек спросил, по поводу вот этих теорий маленьких дел, хороших, правильных, я хочу сказать, что существует, кроме внешнеполитической, небольшая народная дипломатия, муниципальное сотрудничество тоже. Рига в этом году, я вот был на открытии рождественского базарчика в Москве, который вот прямо под лошади Юрия Долгорухова, который стоит на Тверской улице и, значит, показывает, куда правильный путь, да. Открыт замечательный, красивый рождественский базарчик. Если в прошлом году там были палатки, домики той же Праги, Зайсбурга, помню, Вены, Риги, в этом году у нас остался из странных гостей, из стран Евросоюза, один домик, рижский домик, который дослупил успешную работу. Вот я в пятницу был в Москве, зашел. Да, санкционного товара нет, но все остальное, маленькие подделки, керамика, точно знаменитая Латвия. Все продается, да, москвичи смотрят, выбирают, судя по всему, покупают. Так что сотрудничество вот в этих очень непростых условиях, прекрасно понятно, под каким давлением все это происходит, но, тем не менее, сотрудничество Риги и Москвы, оно существует. И вот этот маленький пример, и то, что Собянин пришел, Сергей Семенович, на открытие рижского вот этого базарчика, рижского домика, ну, это тоже показатель, знак. Кстати, если говорить из официальной позиции Латвийской Республики, мы где-то месяца два назад получили предложение от латвийской стороны, официальное предложение провести заседание межправительственной комиссии по экономическому, гуманитарному, культурному сотрудничеству. – За какой период получается? – Которые такие заседания не проходили на протяжении 14-го и 15-го. – Это сродниралистическому чуду. Но это как раз говорит о том, что понимание того, что надо пересматривать многие подходы, которые оказались несостоятельными, более того, даже опасными для экономики, в том числе и Латвийской Республики, наверное, все-таки немножко присутствует. Хотя я, конечно, здесь такой умеренный оптимист в таких хороших прогнозах. – На чьей стороне мяч сейчас по этому вопросу? – Ну, сделано предложение российской стороны. Мы сейчас изучаем его. Задали вопросы латвийской стороны. А что мы будем обсуждать? Если мы будем обсуждать, например, в том русле, как мы с вами обсуждать начали сегодня, в начале передачи, по ансамблю Александрова, по артистам, которых не пускает, по чёрным спискам, которые не Россия придумала, и не Россия, так сказать, их инстанавливает, а Латвийская Республика, Министерство обороны, которое говорит о том, что он хотел бы ехать в Россию, но боится, что будет персоной там Монграда, а его приглашают туда, то этот разговор тогда не получится. Если же у нас есть позитивная повестка дня, проработанная на уровне рабочих групп, у нас есть рабочие группы по всем направлениям, то тогда, конечно, надо садиться за стол, обсуждать, договариваться, столбить решения соответствующие и их выполнять. Но для этого надо пройти этот путь. А если сеть за стол только для того, чтобы поругаться друг с другом, то, я думаю, это не будет плодотворной работой. Какие планы? Вот осталось буквально три минутки, может быть, о планах на 2016-й, таких крупными штрихами, может быть, Татьяна? Ну, планы у журналистов какие? Это поиск самых интересных героев, это приглашение гостей в клуб, это расширение нашего читательского круга, читательской аудитории. Поэтому наши планы, они абсолютно понятны. Но вот я в продолжение того, что сказали сегодня мои коллеги-собеседники, вот я лично очень верю в дипломатию. Я считаю, что военным путем мы проблем не решим, а решать надо только с помощью профессионализма дипломатов. И могу сказать, что нам в Латвии, мне кажется, повезло с тем, что у нас есть такой замечательный дипломат, как Александр Альбертович Вишняков, воспользуясь очень похвалю. Много лет уже есть. Много лет, и слава богу, потому что интеллигентный и очень аккуратный высказывание человек. То есть мы с вами, журналисты, помним, на нашем веку было очень много российских послов в Латвии, и по-всякому они себя вели, честно говоря, ваши предшественники. И вот я считаю, что с вами нам повезло. Так что дай бог, чтобы дипломатичным путем, путем разъяснений, диалогов, каких-то встреч, мирных разговоров, комиссий и прочего-прочего, что благодаря этому мы все-таки наш конфликт решили, и эти связи ширились между Латвией и Россией. Это очень важно. Господин Силов, вот кого везете в ближайшее время? Может быть, не на весь год успеем, но хотя бы несколько слов. Не хочу заглядывать. Жизнь научилась, что жить надо сегодняшним днем. Ну скажите что-нибудь хорошее напоследок. Нет, все хорошее. Какие люди к нам приедут в доме Москвы? Деда Мороза, кто у нас уже будет? А дед Мороз уже в курсе ты сам не встретился. Так что все повезло. Да, курсе ты даже не оштрафовал. А вот там не работает. А вот там не работает, да? Вот досада, да. А мы вот из-за этого розыск на Непарет, или Барташевича обидели. Хорошо. Я думаю, что планы... Ну что, ну планы... Давайте их оставим все-таки на следующий год. У нас еще три дня нашего хорошего 15-го года. Все-таки реально хорошего, потому что, во-первых, то, о чем мы сегодня говорили, все-таки все должно перейти в позитив. Во-вторых, я хочу, конечно же, пожелать и вам, вашей редакции замечательной, вашей радиостанции, и всем слушателям, что главное слово, да, с наступающим Новым годом, это новое счастье. Но у кого осталось и старое счастье, пусть оно вот тоже так перейдет. Умножено. Спокойно, да, в Новый год. И вам от нас, с вот этого московского-разлического ярмарки, ведерко сладких конфет, чтобы завтра у вас на корпоративе, да, было чем... Хорошо, я думала, шпруты. Ну, можно поздравить наших слушателей тоже буквально очень коротко напоследок, Александр Ильич. Ну, я согласен с тем, что есть над чем работать дипломатия, и я убежден, что именно дипломатия должна задавать повестку дня и снимать то напряжение, которое существует и между Россией, Евросоюзом, Россией, Соединенными Штатами Америки, между Россией и Латвией. И я, по крайней мере, со своей стороны стремиться буду, тем более, получив такую похвалу, и дальше работать в таком же ключе. Более того, мы договорились уже с Министерством иностранных дел Латвии о том, что впереди у нас несколько мероприятий совместных будет проходить. Это мы реализуем программу минимум нашего сотрудничества внешнеполитических ведомств. Где-то намечаются консультации по общеевропейским вопросам. Это на уровне директоров департаментов. Наверное, первый квартал будущего 2016 года. Ожидается консультация по правам человека в контексте наших двусторонних отношений. В Москве они будут проходить. С нашей стороны будет участвовать Долгов Константин. Это уполномоченный по правам человека Министерство иностранных дел Российской Федерации. Кроме этого, у нас есть намерение о том, чтобы все-таки Латвия подтвердила реальными делами по организации визита сюда патриарха Московского и всея Руси. Я сверил по этому поводу подход Латвийской Республики в лице канцелярии президента. Они сказали, что да, вопрос повестки дня остается. Министерство иностранных дел Латвии тоже самое это подтвердило. Но тогда, Горьдах, тогда остается только от того, чтобы он не только стоял в повестке дня, но и напомнился конкретным содержанием по его организации и проведению. Это уже в этом году вы имеете в виду? В 2016 году. Почему бы? Тем более, в 2016 год, как мы говорим, чувствуйте, другие ветра начинают уже набирать определенную силу. Позитивные ветра. А этот визит мы рассматриваем всегда как позитивный, как миротворческий, как духовный, который мог бы способствовать этому хорошему климату в наших отношениях, если латвийская сторона его организует. Татьяна, два слова поздравлений и заканчиваем. Да, с удовольствием поздравила с наступающим Новым годом радиослушателей, радиоболтком. У вас замечательные слушатели, и вы сами замечательный коллектив. Ну, а всем бы я пожелала верить в себя, не сдаваться, несмотря ни на какие трудности и проблемы, и помогать друг другу, быть опорой. Спасибо. Мы тоже поздравляем вас с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством. Хороших вам. Удачи вам во всем, успехов везде. С наступающим. И побольше позитива в Новом, в 2016 году. Спасибо, до свидания. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Далее программа «Зеленая лампа». Сейчас подойдут Рита Трошкина и Ольга Авдевич, и мы продолжим.